МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире обзор свежей прессы, программа «Читай город». Посмотрим, о чем пишет самая народная газета «Рабочая правда». Родители будущих дошколят бьют тревогу. Они узнали об изменениях по приему в детские сады. С 1 апреля вступают в силу поправки в закон о приеме детей в дошкольные учреждения, пишет областная газета. Будущие детсадовцы Свердловской области будут закреплены за детскими садами территориально, то есть по месту прописки. А что в Полевском? Путевки будут выделяться в детские сады по месту прописки или по месту жительства? Корреспонденты «Рабочей правды» обратились за разъяснением в управлении образованием города. Ответ специалиста найдете на шестой полосе самой доступной газеты «Рабочая правда». О чем еще пишет рабочка, сейчас узнаем. Вот главные темы номера. Избирательная комиссия представила три сценария мэрских выборов. Действующие лица и исполнители. Кто они? Чем ближе к кассе, тем выше цена. Как заставить магазин продать товар по старому ценнику? Город сокращает расходы, а в селах открываются магазины, кафе и тренажерные залы. В чем секрет? Подслушиваем журналистов. Какие подарки к юбилею Победы готовит Полевская пресса? И немного подробностей. В Полевском заинтересовались новым порядком избрания главы муниципального образования. Об изменениях в законодательстве рассказала полевчанам председатель территориальной избирательной комиссии Ольга Хвостова. Глава может быть избран тремя способами. На основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании может быть избран представительным органом из своего состава. И третий вариант избирается представительным органом из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Ольга Анатольевна объясняет, что уже 36 муниципальных образований области изменили систему избрания своего главы. Когда изменения могут перейти на Полевскую землю? И как к ним относится действующая глава? Узнаете, прочитав материал на третьей полосе самой независимой газеты. Рабочая правда. Отдел по защите прав потребителей закидали жалобами, в том числе и полевчане. В последнее время обнаружилась странная тенденция. Цена на один и тот же товар в одном магазине может серьезно отличаться. Вот одно из писем, пришедших в потребительскую рубрику газеты. Оплачивая товар в магазине, я обнаружила, что его стоимость от прилавка до кассы выросла на 10 рублей, рассказывает покупатель Юрий Голованов. «Я потребовал продать товар по цене, указанной в ценнике торгового зала, но кассир отказала, объясняя, что цены подскочили, а информацию продавцы поменять не успели. Считаю, что мои права нарушены. Прав ли я?» Полный и аргументированный ответ всем, кто попадал в похожую ситуацию и еще столкнется с ней, дал юристу Роспотребнадзора, защищающий права потребителя. Дельный совет читайте на девятой полосе самой весомой газеты. Рабочая правда. А на восьмой странице совет ценный. Где искать самые дешевые продукты питания и на чем сегодня экономят известные полевчане? Не пропустите. Ну и, конечно, какой первоапрельский номер газеты без шуток? Рабочая правда публикует занятные истории, которые произошли с полевчанами на самом деле. Вот одна из них. «Однажды в приемное отделение пришел парень с заплаканной девушкой, у которой был широко открыт рот, и она не могла его закрыть», вспоминает врач-кардиолог Виктор Бузиков. «Это моя жена», – сказал спутник девушки. «Мы поссорились. Она кричала на меня так сильно, что вывихнула нижнюю челюсть. Теперь только мычит и молчит». Что посоветовал мужчине доктор и еще массу других курьезных историй от врача, библиотекаря, журналистов найдете на пятнадцатой полосе. Самые читаемые газеты. Рабочая правда. Оформите подписку на газету «Рабочая правда», и новости будете получать первыми с доставкой на дом. Есть еще один плюс. Каждый подписчик «Рабочей правды» бесплатно получает и еженедельник «Северский рабочий» с новостями о жизни городообразующего предприятия. В газете всегда есть, что почитать. Вот, например, свежие новости. Трубопрокатчики успешно осваивают производство труб на непрерывном стане. Пока журналисты готовили репортаж о смене «Б», поставившей рекорд по выпуску труб, ее уже обогнала смена «Д». Свой рекорд поставила и сама газета. По итогам корпоративного конкурса «Хрустальный горн» ей досталось три первых места в семи номинациях. В очередном номере можно прочитать об урожае золотых наград заводских спортсменов, познакомиться с воспоминаниями ветеранов о том, как появился в городе неизвестный солдат, получить приглашение на заводской фестиваль команд КВН «Оранжевое настроение». Газета «Северский рабочий» – подарок каждому подписчику «Рабочей правды». Присоединяйтесь. И если вас интересуют не только заголовки, открывайте газету. Полезного и увлекательного вам чтения с газетой «Рабочая правда». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин